Все, что касается манипуляций с государственными деньгами, волнует всех и всегда. Земельный вопрос не менее актуален, как, впрочем, и неожиданные отставки чиновников. Обо всем этом сегодня журналисты говорили с губернатором региона. Что именно ответил глава области на острые и порой провокационные вопросы в курсе Лада Рыбакова. Массовка, как на фильмах Бондарчука. Такую ассоциацию у главы региона вызвали многочисленные корреспонденты на пресс-конференции. В отличие от статистов, 178 журналистов молчать не стали. В первые же минуты спросили у губернатора, кто ответит за лесные пожары. Сожженные 120 тысяч гектаров тайги и уничтоженные дома. Предварительно карьера под вопросом у мэра Нижнелимского района за ЧП в поселке Дальний и у нескольких высокопоставленных чиновников. Их действия или бездействия сейчас проверяет прокуратура. Действия муниципальных властей, лесного агентства сейчас детально разбираются. Я могу сказать, те кадровые решения, которые приняты на местах, но действительно уже там, когда головотяпство прямое, там уже решение по волнению есть, есть пресс-релизы, данные, кого уже уволили. Но я вам могу сказать, что это только начало деятельности. Начнутся проверки в сфере оборота земель. На невозможность получить участки теневые сделки на рынке земли чаще всего жаловались простые граждане. Недавно с этой явно скандальной темой очень близко познакомилось правительство региона. Когда мы хотим построить дорогу на Байкал, мы сталкиваемся с тем, что мы должны выкупать эту землю у чудным образом появившихся собственников на этих ДНТ. А я, как только мы к этому подойдем, я публично покажу этих собственников. И стоимость, которая предлагается до 30 миллионов за гектар, они предупреждены уже. Среди предупрежденных потенциальные участники осенних муниципальных выборов. С таким багажом и репутацией о поддержке избирателей наверняка можно забыть. Тему выборов затронули еще раз. В Усть-Куте жители собирают подписи против строительства целлюлозно-бумажного комбината на берегу реки Лены. Готовы даже референдум инициировать. Сегодня выяснилось, эту площадку инвесторам никто не согласовывал и не собирается. Тот, кто вовлекает вас в сбор подписей, вот его нужно завтра прийти спросить. Каким образом и зачем он это делает, для чего. Может быть он на выборы собрался и вовлекает спекулятивно людей, вы его спросите. И скажите, что губернатор отнюдь против и не будет никакое соглашение подписано в таком формате. На берегу Лены комбината не будет. Зато у Иркутской области будут международные молодежные проекты. Это глава региона пообещал корреспондентам из Китая и Монголии. Задать вопросы за два часа конференции успели не все, но ответить на них глава региона намерен. Просто в другом формате. Влад Рыбакова, Сергей Полянский. Новости по будням. tao